Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Во вторник, 7 июня, в Кумертау в филиале РЦНТ Дуслык состоится выездное заседание Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана, а также семинар-совещание с руководителями органов управления молодежной политики, физической культуры и спорта муниципальных районов городских округов республики. В мероприятии примут участие представители министерств и ведомств, председатели комитетов по физической культуре и спорту и другие официальные лица. Во второй половине дня состоятся совещания, посвященные молодежной тематике. От попадания в трудную жизненную ситуацию не застрахован никто. И если взрослые со всем своим опытом еще могут перенести ее стойко, то дети особенно остро переживают такие неурядицы. И оставлять их в эту минуту в одиночестве, ну просто непростительно. Накануне в Кумертау целая делегация посетила несколько семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Тему продолжит Гульнас Филатова. В рамках празднования Дня защиты детей глава администрации с руководителями городских предприятий навестили несколько семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Напомним, что подобные благотворительные акции стали традиционными в течение последних пяти лет. И проводятся они три раза в год. В прошлом году кумерталские предприниматели также активно приняли участие в мероприятии и помогли малоимущим и многодетным семьям. И вот мы попросили наших предпринимателей оказать помощь, поддержку, внимание определенное вашим детям, вашей семье, Эдуарду лично. Спасибо большое. Хотим, чтобы он все-таки выздоравливал, никогда не терял надежды и был всегда уверен в себе для жизни. Ой, огромное спасибо вам. Так что всегда быть уверен в себе, никогда не переживай и надежда должна быть. Да. С надеждой надо жить всегда. Да, мой вот. Потому что всегда бывает чудо. Каждой семье дарили продуктовый набор с изделиями первой необходимости. Различные познавательно-развлекательные игры детям, сладости, одежду и канцелярские товары. Родители смогли задать главе администрации интересующие их вопросы. А он, в свою очередь, пообещал по возможности постараться их решить. Определенная грусть идет, переживания, потому что, ну, видим, мы зашли сегодня в семью одну, мама воспитывает четырех детей. Находятся они в 12 квадратных метров жилое помещение. Ну, конечно, тяжело на сердце, что в таких условиях, несмотря на такие условия, дети такие прекрасные у них. И нам приятно, конечно, бывать так в таких семьях, но, к сожалению, не позволяют им улучшить свои жилищные условия. Конечно же, они стоят на очереди, но очередь долго движется. Я надеюсь, что мы все-таки что-нибудь придумаем и какую-нибудь помощь будем в дальнейшем оказывать. Но очень тяжело все это видеть, как вот люди, дети маленькие, они все-таки болеют, но не теряют надежду на то, что все будет хорошо. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Аграрии Куиргазинского района с успехом завершили весеннюю посевную кампанию. Хорошо потрудились, весело отпраздновали. Видео с празднования любезно предоставил наш коллега Игорь Хлопотов. Сабантуй – это праздник плуга и полевых работ. Это кипение жизни, которое захватывает в свой водоворот каждого. Это долгожданные встречи с земляками, малой родиной. Это возвращение к своим истокам. В таких красках описывает Сабантуй местная газета Куиргаза. Традиционно в Куиргазинском районе, как и по всей республике, после завершения весенней посевной, проходят народные гуляния – Сабантуй. В рамках этого праздника район отдает должное своим труженикам, чествует их, понимая, что они есть основа всего сельского хозяйства. Однако Сабантуй – это не только их праздник. Отмечают его, что называется, всем миром. Участвуют не только аграрии, но и представители самых разных профессий. Уважаемые главы соседних районов, работники агропромышленного комплекса, дорогие земляки и гости, сегодня, в этот замечательный день, мы собрались на родной земле, чтобы отметить народный праздник Сабантуй. В этот день мы чествуем и говорим большое спасибо труженикам села аграрного сектора экономики, хлеборобам и животноводам, всем тем, кто каждый год выдерживает суровый экзамен на верность крестьянскому долгу. В этот раз для того, чтобы поздравить куригазинцев, прибыли почетные гости из Уфы, на соседних муниципальных районов, городских округов республики и даже соседней Оренбургской области. Разрешите от имени Совета и администрации муниципального района, от всех куригазинцев приветствовать гостей, оказавших честь присутствовать на нашем празднике и выходцев из района, приехавших разделить с нами радость и веселье. Дорогие друзья, каждый сельхозяйственный год по-своему сложен, и этот 2016-й не стал исключением. Несмотря на проливные дожди, в начале пассивной кампании труженики агропромышленного комплекса района смогли в оптимальные сроки провести весенние полевые работы. Сабантуй – это еще один хороший повод собраться всему району вместе, независимо от национальности и вероисповедания. Это праздник труда, силы и ловкости, объединяющий куригазинцев. Аграрии приступили к решению вопросов кормозаготовки. Совещание на эту тему состоялось накануне. Подробнее в сюжете. С завершением весеннеполевых работ в районе аграрии приступили к решению вопросов с кормозаготовками. Совещание по этим темам состоялось накануне на базе СРХП совхоза Алексеевски. На семинаре были обсуждены темы ухода за посевами, межрядной обработки, прополки и технического оснащения. В своих докладах участники встречи обсудили потребность в кормах с учетом повышения продуктивности крупного рогатого скота. В национальном проекте развития облаконного государства именно животноводства признанных приоритетной возрастею. Исходя из этого, и как у производства должно приоритетно направление участковой производства. В структуре затрат на производство животноводства кормопродукции около 60% составляет затраты на кормах. Следовательно, от них себестоимости зависит рентабельность нашего животноводства. Аналит работы кормопродукции как в республике, так и в районе показывает, что именно несоответствие кормовой базы по качеству является основной интересной продуктивности штата. Основными темами на семинаре стали планы и задачи по организации заготовки кормов в республике, а также условия субсидирования сельхозтоваропроизводителей в этом году. По статистическим данным докладчиков совещания, из общей площади кормовых культур почти половину их занимают многолетние старовозрастные травы. Соответственно, перед хозяйствами стоит задача по их обновлению. Вегетация многолетних трав в этом году возобновилась на 7-8 дней раньше средне-многолетних значений. Сегодня сложились, в принципе, благоприятные условия для роста и развития многолетних трав и ее быстрое нарастание вегетативной массы. Я говорю средне-многолетних приступить. Уже в ближайшее время мы должны приступить массово к заготовке кормов. Часть районов, уже до 10 районов приступили. Кто сено, кто уже на подкормку, начали косить. Чтобы заготовить корма хорошего качества и в короткие сроки, необходимо иметь всю линейку специальной техники. После семинара Агряриев пригласили посетить участок, на котором были представлены виды техники. Их различают в зависимости от применения в технологии заготовки сена и селажа. Руководители организации и главы хозяйств смогли увидеть и оценить все варианты заготовительной техники непосредственно в работе. Уважаемые коллеги, будем уважать власть, подчиняться и работать на благо своего хозяйства. Здесь главы КФХ очень много сегодня приехали, они тоже ваучи посмотрели, кто на что способен. Поэтому вас очень много, 126 глав крестьянских фирм и хозяйств, но работаете вы по-разному. Поэтому сегодня, конечно, приехали сюда лучшие, остающие им стыдно посмотреть в глаза нам, вам. Поэтому действительно остается сказать еще раз огромное спасибо всем. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.